Каждый комик тянет одеяло на себя. Прям тухнет глаз 48, серьезно, блин. Уйди со сцены, сука. Я ничего не понимаю в Путинах, в Навальных. Морда из телека, морда из телека. Ты можешь и обосраться, грубо говоря, а можешь и выйти победителем. Мы не тела, мы души. Вы... Мы не здороваемся, мы сразу начинаем. Давайте поздороваемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы стали победителем первого сезона «Открытый микрофон». Победителем второго сезона стал Артем Винокур. Как часто уже шутили, что победителем третьего сезона станет Петросян? Ну, на моей памяти ни разу, чтобы это прям шутили, прям шутили. Но это было смешно уже, когда победил Винокур. Ну, что дальше будет? Кто Петросян? Кто еще? Клара Новикова была, да. Винокур. У нас есть такой комик Саша Петросян? Да, 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 да. Да, 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 маленький, да, да, да. Будет забавно. Да. Скажите, как изменилась ваша жизнь после победы в «Открытом микрофоне» и сейчас участия в стендапе? Ну, она кардинально изменилась, потому что я перестала заниматься тем, чем я раньше занималась. Ну, в основном это были театральные проекты, кинопроекты, и теперь я не могу этому посвящать столько времени, как раньше. Теперь моя жизнь – это сплошное написание шуток, выступления. Ну, то есть я пишу и выступаю, пишу и выступаю, и езжу на гастроли. Вот чем я занимаюсь последние два года. Сейчас вы исключительно стендапом заняты? Только стендапом, да. У меня есть какие-то потуги делать что-то еще, кроме, но, как правило, стендап пожирает все время, и он очень такой ревнивый, этот стендап, потому что как только начинаешь переключаться на какие-то другие функции, у тебя все летит в стендапе. Это нельзя совмещать. То есть твое внимание должно быть только тут. Ну, не жалко, все-таки это значительная часть жизни, то есть кино, театр, режиссура, не жалко это все так отсечь? Нет, не жалко, потому что стендап – это, ну, так получилось, что можно сколько угодно обманывать себя. Я же изначально актриса, и как бы, ну, в этом смысле эгоистичный человек, то есть я долгое время работала в театре и посвящала время только себе, да, то есть я выступала, я была актрисой, я выходила на сцену. А потом я занялась преподавательской деятельностью, режиссурой и прочими какими-то вещами, и это, ну, такой, как бы, на мой взгляд, был самообман, потому что в итоге я все равно ушла к себе, чтобы я какую-то нашла для себя на сцене, там, возможность выступать. И вот сейчас я ее получила, то есть я долго искала, как можно еще себя проявить на сцене как актриса, и стендап, на мой взгляд, это, ну, идеальный жанр для того, чтобы, во-первых, себя каждый день проверять на вшивость, как человека проверять себя на правду постоянно, и мало того, как актриса реализовываться, ну, так, чтобы, грубо говоря, все, там, лавры, успех доставался только мне, а не всем остальным людям, которые заняты со мной в театральной постановке. Ну, после победы в открытом микрофоне вы стали сотрудником телеканала ТНТ, то есть как это происходит? Вы ходите на работу? Как выглядит ваш рабочий день? Ну, я не каждый день хожу в офис ТНТ, ну, моя работа заключается в том, что я прихожу к редакторам, мы придумываем шутки, я, ну, сначала пишу, потом я прихожу, это показываю, потом обкатываю это на площадке, потом мы смотрим видео, и вместе с группой авторов мы добиваем шутки и готовим новые монологи. Моя задача раз в месяц показывать новый монолог не меньше 10 минут. То есть монолог, он как бы не только вашего авторства вам помогает, так у всех комиков, да? Изначально, да, так у всех комиков, ну, есть взгляд со стороны, скажем так, то есть я не все же понимаю, как это выглядит со стороны, а есть люди, которые подсказывают, как лучше это можно еще, какие еще сюда можно вставить блоки и так далее. Ну, конечно, шутки мы пишем сами, естественно. Внутри вот этого проекта, да, то есть есть еще за кулиси авторов, которых мы не знаем, там есть какая-то конкуренция или это все дружеский коллектив? Конкуренция среди кого? Среди комиков? Среди комиков. Ну, здоровая конкуренция, конечно, есть, есть, но тем не менее это дружеский коллектив. Ну, комики такие люди, понимаете, я не могу сказать, чтобы это прям была дружная команда, и что это люди, как в театре, которые делают какое-то одно коллективное творчество, которое в итоге, там, мы покажем общие спектакли, это касается всего нашего коллектива. Здесь немного другая задача. Каждый комик тянет одеяло на себя, но внутри мы все друг друга поддерживаем. Нет такого, чтобы там, как бы, кому-то вставляли там палки в колеса, такого нет. Ну, то есть там нет ненависти там открыто, если вы про это спрашиваете, там нет каких-то подводных течений. Там все очень достаточно открыто, но очевидно после каждого, скажем так, генерального показа там монологов, что кто-то лучше постарался, кто-то хуже, кто-то там ленился, кто-то отстает. И это всегда меняется. Сегодня худшие становятся лучшими и наоборот. Вот, ну, это очень интересно. Такого, что дружим с семьями тоже нет, да? Нет. А кто вас больше, лучше всех принял, с кем вы подружились, не знаю, по телепроекции? Из комиков, с которыми я была в открытом микрофоне? Да. Ну, и уже все, да. Из финалистов. Подружились, ну, вот, мы дружим с девочками, Ира Приходько и Вика Складчикова. Ну, в принципе, со всеми хорошие отношения. Но есть комики, которые, допустим, мне близки. Мне, например, очень нравится юмор Тимура Коргинова. И, ну, вот, на мой взгляд, это, ну, лучший комик. Потому что он очень нестандартно мыслит, не так, как все. Мне очень нравится юмор Жени Чеботкова, например. Мне очень нравится позиция Руслана Белого. Мне очень нравится такой, как бы, очень мощный, феминистический путь стендап Юлии Ахмедовой. Ну, про каждого можно сказать какие-то слова. Мне человечески очень близок к Вите Комаров. Женя Чеботков, кстати, был у нас год назад. Надеемся, что он попадет в основной состав стендапа. Да, попадет, безусловно. Будем ожидать. Вы выделили вот этих комиков. Да. А кого вы можете выделить из стендап-комиков, которые не связаны с телеканалом ТНТ? Вообще, мировых комиков. Ну, российских. Российских. Вы же выступаете на разных площадках, то есть там разные комики. Артур Чапарян. Тех комиков, которые не работают на ТНТ. Да. Илья Азолин, Артур Чапарян, Марк Сергеенко. Мне очень нравится. Я мало смотрю, я мало смотрю российских комиков. Ну, вот это те ребята, которых, чьи выступления я вижу, потому что так или иначе мы пересекаемся на каких-то площадках. Ну, наверное, я всех назвала, да, кого хотела. А какими, на ваш взгляд, должен обладать качествами комик, чтобы стать успешным? Ну, кроме чувства юмора, конечно. Ну, он должен быть абсолютно фанатичным в то, что он делает. Он должен быть очень наблюдательным. Он должен, на мой взгляд, сам очень активно жить. Потому что, ну, невозможно писать про то, чего ты не знаешь. Иначе твои шутки все сведутся к тому, как ты что-то писал. Тут нужно соблюдать такую грань между тем, что я живу полноценной жизнью, это рефлексирую на ногах и тут же это, как бы, перевожу в шутки. Ты должен быть человек, который, как бы, ну, масштабом становится чуть больше, чем обычно человек. Который ищет в шутках, там, в каждой... Что такое стендап? Это наблюдение за жизнью человека, да? И когда ты там рассказываешь, рассказывая о своей жизни, вдруг переводишь это в такую, как бы, философию вообще, как бы бытия человеческого. Вот это, мне кажется, очень крутое качество. Ты должен быть, ну, не просто автором, ты должен быть, как бы, автором большим. Вот, мне кажется, вот это самое главное. Стендап – это работа? Да, постоянная работа, конечно. Складывается ощущение, что комик выходит к микрофону и просто рассказывает то, что он болит, тревожит. Но это же, ну, на самом деле, работа. Да. И в стендапе, наверное, в таком стендапе, который мы видим по телевизору, тем более нет места для импровизации, и это все отработано. Нет, есть импровизация, потому что, ну, это как ноты. Ты написал шутки, и там в одном настроении, в одном прочтении они зашли, грубо говоря. А в другом ты их просто слил и рассказал, как стишок. Импровизация в стендап-комедии заключается в том, что я сегодня вижу такой уникальный зал, который только сегодня. И я с ними посредством этих шуток работаю так, как я мне сейчас прет с ними работать. Из-за того, кто сидит больше женщин или мужчин, там, в отношениях или без. Вот, допустим, я со своим юмором, когда выхожу на очень молодую аудиторию, мне приходится очень сильно стараться, чтобы смочь донести до них, как бы, ну, свою 48-летнюю жизнь. Это же тоже всегда импровизация. Я иногда вижу, ну, как бы, что люди, как бы, прям тухнет глаз, 48, серьезно, блин, ну, ты что-то мне сейчас в жизни будешь учить. И мне приходится импровизировать, мне приходится, как бы, обрабатывать зал из того, что я сейчас вижу. И это, конечно, импровизация. Когда вы начинали, ну, стендапом заниматься, что было самое сложное для вас на первых порах? Мне всегда казалось, что я не имею права говорить, давать себе право говорить. Потому что мне казалось, что, ну, моя жизнь неинтересна, кому это вообще нужно, что я, ну, не имею права, это же моя семья, это что-то такое личное, я выношу это на общее обозрение. И мне вот этот момент нужно было пройти. Я вообще даже до конца не прошла, но сегодня мне чуть-чуть легче, чем, допустим, два года назад. Потому что, угу. А как относятся ваши родственники, кстати, к тому, что вы выносите вот личное? Понимаете, дети появляются в самый неподходящий момент. Вот мой сын родился сразу после развода, а дочь в 41 год. Понимаете, в 41 год. Я удивилась. Я не ожидала. Это последнего надеялось, это гастрит. Дети выросли в театре, ну, сын в основном, потому что он в театре буквально с трех месяцев. То есть вот я играла спектакли, а ему было только-только три месяца. И он вырос, собственно говоря, за кулисами. Он очень четко отделяет, что есть работа и что есть мама. То есть для него как бы понятно, что я работаю. Мало того, мы какие-то многие вещи, я рассказываю шутки про него, и мы вместе с ним эти шутки добиваем. Ну, у нас он сам пишет, он сам пишущий человек. Он говорит, что он сам тоже когда-нибудь напишет стендап, и мне тоже мало не покажется. Кстати, тут выписал, не в одном, не в каких ваших выступлениях, а сыне, человек с колтунами в волосах и прыщами на лице. Эльф, который целыми днями играет в доту, и все, о чем он сейчас думает, это секс. Да. Ну, ему, по-моему, тогда было 16 лет, когда вы вот это произносили. Я вот подумал, вот если бы моя мама так произносила, я бы расстроился. С меня мы смеялись, одноклассники, не знаю. Вот как его друзья реагируют на это? Ну, вы знаете, его друзья сидят в интернете, они же телек не смотрят. Мало того, он сам не смотрит эти выступления. Ну, там такого же нет, как бы про тебя что-то сказали, скорее беги к телевизору, пересмотри, ах, вот ты какая мать, так не происходит. Он живет какой-то своей жизнью, я живу своей жизнью. Ему какой юмор близок? Ну, черный, наверное. Жесткий тоже. Жесткий, да, жесткий. Ну, они же, они очень визуальное поколение, они сейчас, вот эта вот гик-культура, которая там основана на всяких мемах, на всяких каких-то картинках смешных, у них, они пишут комменты, они пишут комменты, и в этих комментах они проверяют свое красноречие. А иногда это комменты только картинки, комменты, да, и, ну, вот, их задача выбрать, как бы, из того, что они живут, создавать какие-то новые мемы, их это очень интересует. И мне это тоже дико нравится, потому что, когда я вижу, о чем они пишут, половину слов, я, во-первых, не понимаю, реально какой-то эльфийский язык. Потому что они даже какие-то многие выражения, как бы, концентрируют, да, ну, каких-то просто знаков, просто символов. Им это понятно, мне сегодня нет. Ну, если говорить о вашем юморе, на кого он рассчитан или на кого вы хотите, чтобы он был рассчитан? Вообще, юмор может быть для всех? Не знаю, хороший вопрос. Ну, если смешно всем в зале, значит, я попала в какую-то универсальную тему. Даже если в зале нет людей с детьми, и в браке там больше 15 лет, и нет взрослых людей, и при этом люди смеются, значит, я попала в какую-то универсальную тему. Значит, для них сейчас соединилось вот это вот, ну, мое мироощущение с их мироощущением. Когда, может быть, какие-то, когда, грубо говоря, юмор освобождает от каких-то страхов абсолютно всех в зале. Что такое юмор? Кто-то сказал, что смех освобождает от страха смерти. Когда мы выдыхаем, когда наши ожидания вдруг разрушаются, и мы все вместе как бы понимаем, да, над этим можно смеяться, даже над какими-то страшными, ужасными вещами, табуированными, про которые вообще нельзя говорить в обычной жизни. Вот это самое крутое, что может быть в юморе. Когда про детей так нельзя говорить, но она так говорит про детей, значит, у меня сбивается какое-то клише в голове. А, оказывается, можно думать и так, значит, можно как бы освободиться от этого клише. Вот это вот самое крутое. А актуальность важна для юмора? Конечно. Просто, например, сейчас, ну, то, что актуально, не знаю, там, рэп, блогеры, Навальный, Выборы Путина, ну, то есть все, что там происходит за последние полгода. Имейте в виду в социуме, что актуально в социуме. А включая телевизор, такое ощущение, что там шутки про тещу, про секс, про работу, ну, как-то вот эти темы, которые вот живет ими, ну, молодежь, во всяком случае, точно этим живет, не обязательно даже политика. Они как-то так обходятся, в основном обходятся. Вы говорите про цензуру на телевидении? Ну, не совсем даже, я не знаю, мне кажется, может быть проще просто писать вот на такие как бытовые темы, потому что они более охват имеют широкий. Ну, все пишут про то, что они знают. Я, например, в политике вообще не ориентируюсь, я абсолютно аполитичный человек. Я ничего не понимаю в Путинах, в Навальных и так далее. У меня нет такой социальной позиции, чтобы пойти и там говорить, да, Коля, ну, если во мне этого нет, зачем мне про это шутить? Меня это касается тогда, когда это касается моей личной частной жизни. Моей личной частной жизни это пока никак не касается. Если говорить про социум, я говорю про школу, я говорю про ЕГЭ, то, что действительно меня достало. Мне вот крайне как бы возмущает, что дети до 7 лет живут в абсолютном покое, в комфорте там родительского дома, потом они приходят в школу и резко становятся социализированными людьми. И вот тут у нас начинаются проблемы, когда на ребенка надевают какие-то, ну, не знаю, им несвойственные вещи, когда много внушается страха. Меня это волнует. Если говорить там про социум, я могу говорить про это. А есть у вас какие-то запретные темы или какие-то границы самоцензуры? То есть про это я не хочу шутить, не буду шутить. Например, какие-то споры с теми же авторами, которые вы не согласны с тем, что они предложили. Ну, опять же, это касается того, чего я не знаю. Если я чего-то не знаю, и там, допустим, я не буду шутить про футбол никогда. Иногда мне там предлагается сравнивать там взаимоотношения с машиной, мужчиной-женщиной, допустим, машиной, спорт, что-то, что... Ну, я даже не произнесу никогда. Да, это вообще меня не касается. Рыбалка, ну, это вообще далеко очень от меня, далеко, неинтересно. Когда, ну, допустим, юмор нарочно опошляется для того, чтобы сократить дорожку, как бы, к смеху, да? Когда ты, грубо говоря, вставил мат, да, или там, допустим, перешел на какую-то пошлость. Да, это всегда, всегда зал это воспринимает. Я бы хотела обходить такие моменты. Они делают шутки проще, и они делают шутки пошле. Я бы не хотела шутить пошло. Иногда это необходимо, мне кажется. Когда ты понимаешь, что ты уже не справляешься, тогда ты как бы... Одно слово может заменить в несколько предложений. Да, да, да. А когда вас называют представителем женского юмора, как вы к этому относитесь? Да я не знаю даже, как меня называют. Никак, я просто... Мне даже никогда об этом думать. Я не думаю глобально о себе там в пространстве, что я за комик. Пока, понимаете, два года в стендапе это очень-очень мало. Я еще ученик. Я еще студент в этом смысле. Мне бы справиться там со страхом выступления, мне бы справиться с конструкциями шутки. С тем, чтобы я формулировала так, как это действительно в моей голове, а не вот этими сложными конструкциями. Мне кажется, что мои шутки еще достаточно кондовые, чтобы думать в принципе о себе, как о явлении в стендапе. Вообще женский юмор как явление, он существует на ваш взгляд? Или это все какие-то стереотипы? Мне кажется, нет у мужчин и женщин. В принципе, вот мое такое убеждение, что нет мужчин и женщин. Мы не тела, мы души. Да, но одна и та же шутка, произнесенная из уст мужчины и женщины, может звучать абсолютно по-разному. Это проблема общества, это не проблема комиков. Кто как воспринимает? Женщинам не все позволено говорить. Вот мне, например, нравится комик Натальи Гарипова, да? Но я знаю многих людей, которые затыкают уши просто, когда она шутит. Многих мужчин или многих мужчин? Мужчин тоже в том числе. Которые говорят, что это слишком жестко, женщина не должна так шутить. Почему не должна? Не знаю. Ну, то есть она ассоциируется с чем-то милым. Это проблема общества, проблема зала, это не проблема комика. Это нужно менять, на ваш взгляд? Это изменится по-любому. Однажды это изменится. Ну, у нас вообще в стране, ну и у вас тоже, мы совсем чуть-чуть еще занимаемся юмором. В Америке это существует уже больше 70 лет, стендап. Стендап приобретает там сейчас уже абсурдные какие-то формы. Есть стендап от образа, есть разные жанры внутри даже одного только стендапа. И эта культура как бы так долго там существует и так долго развивается, что публика приучена к тому, что стендап это боль, что стендап это жестко, что стендап может быть женский, мужской, от инвалидов и так далее. Наша публика еще очень зажата для того, чтобы воспринимать какие-то вещи, но это по-любому случится. В этом-то и кайф стендапа, что потихоньку с общества снимается шелуха. И, ну, хорошо, что он существует на телевидении, но лучше всего ходить на живые выступления комиков, потому что на живых выступлениях вы никогда, ну, вы никогда на телеке не услышите то, что вы услышите живое в зале. Никогда-никогда. Мне кажется, многие думают, что стендап это Павел Воля и только. Ну, это тоже проблема. Либо как-то так. Это люди, которые смотрят телек. Вообще, если говорить вот опять же об этом разделении на женское и мужское, сексизм в юморе, он существует среди тех же комиков? Если это существует в человеке, тогда он существует и у комика, конечно. Вы с этим сталкивались? То есть, не знаю, выходя на сцену? Внутри коллектива, вот я говорю, я не чувствую себя ни женщиной, ни мужчиной. Внутри коллектива мы комики. Мы очень, как бы, все жесткие и требовательные друг к другу. Когда я работала в театре, это было очень милое общение. Там жесткое разделение на мужчин и женщин. Женщина должна быть такая, а мужчина должен быть такой. Это всегда такая, как бы, поддержка, позитив. Внутри следы комиков такого нет ни разу. Все понимают, что это, ну, соревнование. Ты каждый раз выходишь к публике, и у тебя, ну, сто процентов, как бы, прям маятник может качнуться куда угодно. Ты можешь и обосраться, грубо говоря, а можешь и выйти победителем. И ты никогда не знаешь, как это кончится. Потому что каждый раз ты выходишь, вот, ну, как бы, вот перед тобой живая публика, и ты можешь с ней не справиться, если ты не подготовлен. Я всегда, кстати, считал, что театральные актеры, наоборот, они такие жесткие, пьющие. Я когда-то был за кулисами, мне казалось, что там просто... Я, по-моему, был на представлении, по-моему, в детстве Буратино. Я зашел за кулисы, там была Мальвина, и она курила. Для меня это был шок тогда. Ну, в театре люди же не озвучивают свои мысли, это же совершенно другая функция. Я выхожу и говорю мысли другого автора, я не несу ответственность за то, за какое-то социальное значение того, что я сейчас делаю. Мало того, у меня есть партнер, у меня есть свет, у меня есть костюм, у меня наклеены ресницы, у меня грим, как бы, да, 3 килограмма на мне, тяжелое платье. Я, как бы, выдаю вместо себя какую-то другую женщину. Я, когда выхожу в стендапе, я только я и только я, больше никто. И если, как бы, я сама не верю в то, что я говорю, меня никогда не воспримут, мне не будут просто доверять. Ну, поэтому здесь нет милоты, общения, нету времени на то, чтобы вот бросаться друг другу ромашками совершенно. Это, ну, как в спорте, стендап это спорт, по сути. Вот ёкает ли сердце матери, когда сын теряет девственность? Будет ли какой-то знак, типа голубь влетит в окно? Не с первого раза, конечно, но влетит. Мы существуем в такой индустрии, как телевидение. У нас есть дедлайн, где вот к этому числу у меня должен быть идеальный монолог. Я должна отвечать за каждое слово. И ты, ну, как бы, ускоряешь себя специально внутри, чтобы, как бы, подтянуть свою правду к этому конкретному числу. Если ты не успеваешь, и потом ты видишь это по телевизору, ты, ну, прям буквально грызешь локти, потому что не случилось так, как ты хотел. Это очень всегда больно, это очень много с этим связано страданий каких-то. Не становится это какой-то рутиной такой, что стендап, вот именно что стендап становится работой, вы должны успевать, и это, ну, не происходит таким полетом творческим. Нет, это, смотрите, вы должны выдать, грубо говоря, ну, вот какой-то материал. Я должна выдать правду, понимаете? Это самое главное, вот это самое главное. Когда ты живешь внутри стендапа, ты, вот, ты не можешь, когда ты, когда ты живешь внутри собственной рефлексии, и каждый день ты себя спрашиваешь, что ты за человек, лучшего существования вообще нельзя даже для человека и желать. Потому что, ну, потому что, что, как бы, жизнь очень короткая, что врать-то? Вы сейчас много гастролируете, выступаете в разных местах. Отличается ли выступление в разных городах, на разных площадках? Именно прием публики? Да, конечно. От чего это зависит, на ваш взгляд? Ну, понятно, от возраста, от чего-то еще, а вот именно, ну, вот, географически это отличается? Ну, конечно, потому что всегда в, ну, не в Москве, за пределами Москвы публика гораздо добрее, потому что тебе уже дают кредит доверия за то, что ты появился в телеке. Тебя уже как бы априори любят, потому что это вот человек, которого мы видели, а вот он стоит, и я какое-то время еще открываю рот, люди еще не слышат, что я говорю. Они просто видят, как бы, морда из телека, морда из телека, и только там к пятой минуте начинают слышать, что я говорю. И в этом смысле очень легко, потому что ты можешь расслабиться, они очень добрые, они прям прекрасны. В Москве очень жесткая публика, которую я видела, ну, не жесткая, и, скажем так, балованная. Они видели, смотрят разных комиков, есть много клубов, есть из чего выбрать, туда пойду, сюда не пойду. И если ты там просто как бы озвучиваешь какие-то свои мысли, и в них нет шуток, ну, вот, когда мы проверяем только-только материал, когда еще только-только мысли, когда мы еще не знаем, получится из этого шутка или не получится, ты выходишь, и ты, ну, видишь зевающую публику, потому что ты не заходишь, потому что они не получают свое шоу. Потому что ты, ну, просто стоишь, болтаешь, и, как бы, тебе нужно на эту шутку выйти здесь сейчас. В регионах ты, ну, как бы, можешь расслабиться, грубо говоря. Ну, разные бывают города, на самом деле. Бывают очень злые российские города. Злые? Да, когда, ну, например, есть, когда ты говоришь про свою жизнь в Москве, многие говорят, серьезно, да, вот так вы живете там, круто, да, а у нас тут зарплата 30 тысяч рублей, да, а вот вы шутите про это? Да, педикюр сделала? Ну, офигенно, я тебе прям... завидую, и ты прям, ну, чувствуешь вот это вот отторжение. Нет, там нужен, там нужен более, как бы, такой юмор, где ты попадаешь в их тему, где ты говоришь, ребят, с этим тоже можно справиться. Ну, когда ты, грубо говоря, чуть в народную какую-то тему попадаешь. А вы помните какое-нибудь самое провальное свое выступление? У меня было первое мое, или, наверное, второе, мы выехали. Это еще, это было до открытого микрофона, когда я только-только начала заниматься стендапом. Мы приехали в город Кострому с нашей командой театральной, и это были наши какие-то очень первые монологи. Я шутила про чемпионат мира по водным видам спорта, где выступали смешанные пары, если вы помните, там выступал в синхронном плавании мужчина. Нет, не помню. У нас, это когда было, наверное, 3 года или 4 назад, выступал мужчина в синхронном плавании. Я про это шутила. И люди сидели, это была полная тишина, 5 минут тишины, потом кто-то крикнул, уйди со сцены, сука. Вот такая была ситуация. И я не знала, что с этим делать тогда. Ну, это тяжело не сломаться в этот момент, мне кажется. Да вообще это ужасно. Ну, не знаешь, что с этим делать. С этим невозможно ничего сделать. Ну, ты начинаешь с ним говорить, но это как бы все. Ты уже монолог свой не договоришь. Тебе нужно что-то делать с этим человеком. Тебе надо понимать, как спасать ситуацию. От этого еще делать не умеешь. Поэтому это переходит просто в грубую какую-то перебранку на этим все. Это было самое ужасное выступление. И тогда я поняла, что из зала могут кричать, и ты должен иметь в кармане 158 способов, как это обойти. Вот тогда я стала об этом задумываться. Ну, мало того, я после этого перестала. Но я не выступала после этого, наверное, месяца два и не могла прийти в себя. Вообще в каком-то интервью Стас Старовой там говорил, что выступления комика, они в принципе состоят из провальных выступлений. Потому что он все время репетирует материал, он плохо заходит, и он отбирает по крупицам вот эти шутки для хорошего своего выступления. И типа вот эти фиаско, это все нормально. Да, конечно. Но когда ты только начинающий комик, когда ты еще вообще не знаешь, с чем ты сталкиваешься, это очень больно. Нет, сейчас понятно, да. Только Стас абсолютно прав. Да, так и есть. В Риге вы выступаете тоже уже не в первый раз. Здесь вы сделали какое-то наблюдение насчет публики, насчет города, насчет чего-нибудь? Что вам бросилось в глаза? Именно в Риге, да? Очень, не очень эмоциональные, скажем так, люди. Они, наверное, еще не очень приучены к стендапу публика, потому что они больше слушают, чем там, допустим, реагируют. То, что в стендапе публика, она должна реагировать, это правило стендапа. Если тебе нравится шутка, ты хлопаешь. Да не просто, если тебе нравится, ты смеешься. Если очень нравится, хлопаешь. А у нас улыбаются. У вас улыбаются, да. Поэтому ты как бы, ну первый раз я приехала, я не поняла, как бы она зашла, не зашла, понравилась, не понравилась, ничего не понятно. Ну, был надеясь, что у нее будет громко хлопать. Да я надеюсь, кто-то придет сегодня вообще. Субтитры сделал DimaTorzok